Сейчас мой друг. Сомска, Сомска, да. Мы тогда договоримся с вами, что если вам нужно будет общаться, я вам назначу день и время. Вы сейчас вот именно в это время, как зашли, никогда раньше не звонить. Вот это время. Не позже. Запомните. Это вы сами попали, когда я свободен сейчас. Это хорошо видно. Когда вы попали в точку, то у меня распределенное время там с разными городами, Санкт-Петербург, с другими странами. Вот в это время, один раз в неделю можете войти. Можете собрать в это время друзей. И любые вопросы ваши попытайтесь разрешить. Давайте. Так, спрашивайте. Да, сейчас, сейчас, ага. Вот сейчас, минуточку. Добавить, вот. Сейчас, минуточку, сейчас он зайдет. Ну, да, видно тут. Ага. А то он и выпущется. Вот, входит. Хотел, хотел вам некоторые вопросы задать. А вот, Женька, в чем можешь разговаривать? Да, 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 я слышу ваш разговор. Ну, отвечай, сейчас спрашивай, что хотел узнать там. А-а-а. А сейчас, Сокнатина, на связи. Да. Давай. А он общался уже, он уже дьякон, да? А я не знал, а он был сам или нет? Как вас именовать-то, как вас называть-то лучше? Он говорит, в Сане вы нет, Игнатий. Нет, я не в Сане, Игнатий Тихонович. А, просто Игнатий. А, Игнатий, Игнатий, по возрасту, вам уже шуток, за 60. Значит, Игнатий Тихонович будем называться. Как, вы находите... Ну, давай. Ну, включите параметры, чтобы... Вы находите... Я в Омске нахожу. В Омске? А-а-а. Да. Что-то тут... А Владимир в Тобольске находится. Мы с ним раньше по-московской патриархии вместе знали. Понятно. Потом я уже... Потом я уже... Игнатий Тихонович к пасечнику в репети, когда... Думал, настоящая церковь, зарубежная. Думал, а посмотрел, ничего интересного. А сейчас я дома сижу уже год. Церковь не хожу. Ну, больно, что... У них не то. Герой, к нам надо вопросы говори. А-а-а. Насчет Кутина, что ли? Да насчет чего ты хотел-то там узнать. Так, вопрос в чем состоит? Я хотел бы про церковное это. Ну, давай про церковное, давай по церковное. Игнатий Тихонович поговорил. Так, спросите, репети, она каноничная или нет? Она как церковь. Сейчас, подожди. Повтори, что он спрашивает? Повторите еще раз. Не расслышали мне я. Вопрос, повторите. Репети, она каноничная церковь или нет? Репети, где пасечник сл Lor. Что-то такой звук от вас прямо сливается. Трудно понять слова. Он спрашивает, репети, она каноничная церковь или нет? А почему она не каноничная? Конечно, каноничная. Не каноничное само по себе образование, не имеет легитимной связи с патриархией патриарха Тихона, это да, но это не говорит о том, что она безблагодатная. Скажи, Игорь Тихонович, Тихона, Пасечника, каноничная или нет цель? Тихона, Пасечника, говорит какая-то церковь. Да, в Омске, Тихона, Архиеписк. Да, да, да. Да, это каноническая, самая настоящая церковь. А ее считают и Роспуцей этого. Агафангела? Да, да, что она не каноничная, которая в Одессе? Пашковского, имеете ввиду, в Одессе. Да, 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 да. Ну это настоящее тоже рукоположение, все решает рукоположение, это настоящее, все православное. Еще есть такой Антоний Орлов, РПЦ. Да, да, да. Вот, тоже это самое, это самое настоящее. А кто ненастоящий тогда? Ненастоящие те, где существует херотония и перерывная связь. Вот это ненастоящие. Самозванное. А вы скажите, а что вот Евтихий Курочко пришел обратно из РПЗ в МПН, он правильно сделал или нет? Так, фарховод спрашивает. Про Курочко. Евтихия, Курочко. Курочко, Евтихия? Так он на покое, он на покое, он просто как настоятель своего там собора и все. Он сейчас не играет никакой роли. Он на покое. Он был давно... А давно он все еще на покое? Он на покое. Он на пять лет был поставлен, оставлен при патриархе Кирилле. А теперь он на покое. Он в числе действующих епископов, он не числится. Он просто на покое. Его как будто и нет. Он просто настоятель, как священник. Хотя он епископ настоящий, так и остался. Да я знаю. Его в русско-зарубежной церкви еще митрополит Виталий в 1994 году... Он наш епископ был около 13 лет. Это наш епископ. Наш. Мы его очень хорошо знаем. Это самый настоящий епископ. Который ни поборов не берет, ничего, что другие делают. Он нищелюбец. И знаете, Кирилл, скажите, а почему он в ВМП обратно вернулся? Что вас подвигло уйти в ВМП? Куда вернуться? Никуда мы не вернулись. Мы в РПЦЗе находимся. А он уже ушел к этому Кириллу же. Ну что ж, Кирилл, мы молимся. И они к нам приезжают, у нас службу совершают. Нет, он именно про курочки нас спрашивает. Курочки? Ну, так назначено было от патриарха Кирилла-то и все. Пять лет прошло, и он на покой вышел. Да он и больной. Да ты молодой, с 55-го года, а больной ничего себе. Вы же знаете, от Василия Кавелева, от грекицы. Вот после того, как был принят акт о каноническом общении, и эти, которые общины были здесь, они, предположительно, должны были войти в Московскую патриархию. И практически вошли. Кто вошли? К Тихону, кто к Афангелу, кто вернулись в патриархию. Единственные две общины остались, которые не вошли, это наша. Наша крестовозвиженская и свято-анфимовская. А вы, а у вас как РПЦЗ, а вы кому? У вас кто правящий архиерей? А вы его знаете, Лориона? Лориона? Это кто-то же? Фамилия его Капрал. А да-да-да-да, Капрал. Это Папалитель Лорион, который сейчас является, как бы, первосвятителем русской архиерной зарубежной церкви. Вот так. Мы его поминаем на богослужении. Мы его поминаем на богослужении. А когда у нас служит здесь епископ местный, местный, в московской патриархии со священниками, то тогда поминают сначала патриарха Кирилла, а потом митрополита, потом поминали нашего Евтихи, а потом местного Сергия. Сергия или Максима. Это с Барнаульского. Барнаульского. Барнаульского патриархийного. Но сначала поминают нашего, потому что наш рука положена раньше, Евтихи. Евтихи – это наш епископ многолетний. А зачем он вообще в МТУ садил? У меня оставался в МТУ, все это, такая же человек. Подождите, вас Евгений звать? Да-да-да. Так вы маленечко микрофон подальше сделаете, звуки сливаются, нам трудно понять. А как у меня и камера микрофоновая, это у меня все вместе. Ну, тогда потихоньку как-то попробуйте потише сказать. Я не понял вопрос. А почему он перешел в МТУ с РПЦЗ? Почему он перешел? Так это вопрос-то не ко мне. Ну, я как с Офем Николаем Лучи разговаривал, он тоже раньше на ремесленной был. Он говорит, приказ пришел от Шоколы, этого, Славра, объединяйся, и они пошли объединяться. Евтихи, если бы вы нас спросили, а почему мы не входим в Московскую Патриархию, мы бы ответили. Потому что там смерть со всех сторон. А на них нас сразу подберут к рукам. Ну, это они бывшие чекисты, подобисты. У нас не будет ни свобода, ничего. Они все прикроют. Видите, тут групповая связь у нас. Написано видеосвязь. И поэтому оно так прерывает. Прерывает и не видно ничего. Можно закрыть, да? Я тут... А тут камеру, что-то я попробовал, открыть, не открывается она, камера. Ну, потому что мы двое. Говорят, что это сильно уменьшает. Главное, что слышимость. Ладно тогда. А, ну ладно, хорошо. Вопрос ваш. Я тоже камера, почему-то не открывается. Ну, давай вопрос, Женька, задавай еще какой-то там. Хотел про Путина что-то сказать? А, про Путина я бы... Да, все. И, понимаете, Тихо лучше за него не молился. Он же кто? Был все-то КГБшный. Даже остался КГБшный. Вот там полковник, да, Б.Ной, что теперь он приедет. Ну, полковник, он уже не кредитивный, понимаете? Его никто не признал. За рубежный собор его не признал. Его... Я только за рубежный не признал. Так, вы вопрос задаете или меня хотите научить чему-то? Нет, вопрос задал. А зачем за него молиться? Я бы не сказал. Дорогой мой, послушай, Женя. Я политикой занимался столько, сколько Путин не занимается. Поэтому вы коротко выражаете мысль. Что я его признаю или не признаю за президента Российской Федерации? Что от этого меняется? Да, 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 да. У меня прямое повеление. Первое послание Тимофею, пятая глава, говорит, молитесь за старей начальствующих. Я это и делаю. Что не так? Я правозлавный, понимаете, чтобы проводить жизнь тихую и безмятежную. У нас же это считается на богослужение. И мы каждый день молимся за него, за Медведева, за... А вы на Евгения как помените? За Донимы с разночной церковью в России не в Суще? Мы молимся за всех. Я молимся за всех. Это в домашней молитве я имею в виду. В домашней. А на Евгения? В церкви я не распоряжаюсь. Там совершает священник. Дома в моей молитве я молюсь за Горбачева Михаила, за Невзорова Александра, которого долбят и который поносит церковь. В моей молитве Папа Францис, который был, и Папа Венедикт, вот который... Я за них молюсь. Я не думаю, я даже не буду. Чтобы мы все не напрасно на земле суетились. Не нам сегодня решать, кто и что. Я молюсь за всех. Это мое право и моя обязанность. Я за Обаму молюсь, за всех правителей, за губернатора местного, за городоначальника, за всех. У меня повеление Божие, я его выполняю. Понятно. А за Патриарха Кирилла вы молитесь? Так, повторите. За Патриарха Кирилла вы молитесь? Каждый день. И в ночной молитве, и в дневной мы за него молимся. Я ему поставил книги, и так писал о положении в церкви. Наше мнение сходится с ним. Положение церкви – это духовные развалины, как он сказал. Но поэтому Патриарху надо помогать, а не поносить его. Он хороший выдвигает идеи, но ему их не выполнить, пока священники не поднимутся. Нужно идти на перепуте дорог, как он говорит. Переформатировать сознание народа. Так, подождите. Повтори, что он говорит? Что он не вышел из этого плена. Совершенно правильно. Ну и что? Тем более он нуждается, раз не вышел. Я гляжу, у вас мысли-то здравые. Но как вы этим мыслям-то своим даете ли правильный ход? Вы это поняли. Но вы хотите, чтобы Патриарх всегда находился в таком плененном состоянии? Нет. Он недавно только выступил и говорит о том, что связь с мирской властью парализует церковь. А я об этом все время говорю, у меня в книгах написано. Я гляжу, что он мысли-то высказывает правильно. Я их должен поддержать в молитве. И конкретно приступаю к работе. Нужно идти благовествовать. Мы едем, благовествуем. Мы посетили вот за последнее время 444 города и районных центров. Вот только за два года мы подарили наши книги на 7 миллионов 150 тысяч. Иначе вот у нас путь через Румынию, Грецию, в Португалию думаем пройти, в Скандинавию, может Англию и Прибалтику. И мы забрасываем большой груз, несколько тонн, книги, мои книги. У меня 38 книг вышло из печати. Где я отвечаю на 4124 вопроса. А зачем вы туда за границу кидаете? Может быть в России их оставлять с этим грузом? Да, мы здесь оставляем. Литературу. А в смысле, какой за границу так оставлять? Там же в 8-м метрике живут. Там русская диаспора наша. Я знаю, где оставлять. Мы про это... Но они же предатели, они же расфорсивные живут. Они же изменники Родины. Зачем им назвать? Это было... А вы, ты не правильно говорю, какие они изменники? Они не подписывают на какие-то документы советского власти. И что, они... Я знаю, где оставлять. Это мой груз. Это мой интеллект. И поэтому я им распоряжаюсь самостоятельно, без подсказок. А как московская патриархия относится к этому, к вашему грузу? Где мы бываем? Вот в городах, в селах. Ну, в городах тут одинаково. Нет, ну, допустим, вот в семинарии, в духовное училище, вы там туда-нибудь что-нибудь оставляете, нет? Нельзя. Крайне отрицательно. Крайне отрицательно. Где вот мы заходим, где нет храмов, где нет священников, везде принимают с распростертыми объятиями. Вот нынче мы прошли 6 мусульманских республик. Везде принимают как родных. Но если там есть поблизости кто-то священники, они восстают на нас, как лютые волки. Я патриарху об этом написал. Они Евангелие по домам собирают и сжигают во дворе. Я ему написал антихристы ваши. Давайте идти, когда считают за сектантов, что они сжигают ваши книги. Ну, какие сектанты, когда я православный? Какие сектанты-то? Брат у меня противника. А может они его... Ну, хорошо, по-другому вопросам. Может они считают вас за конкурент? Я вам говорю, как это есть. Это не в одном месте. А они потом приходит время, каются, мы не думали. Нет, это мой крест. Я благодарю Бога. Жало сатаны, говорит, дано вплоть, чтобы не провозносился, а с чрезвычайностью откровений. Это мой крест. Что он поносит, мне это уже неплохо. Написано, радуйтесь и веселитесь, когда имя ваше понесут, как неугодно, сыну человеческому. А когда лично встречаемся-то, ну, если бы вот так мы встретились, и священник был бы на покое, он все принимает. Они боятся друг друга. Почему? Я вот вам сказал, Степаненко Максима Зарядин, значит, Володя, посмотрите там. Я об этом выступаю. И он выставил мой первый, говорит, вот настоящие друзья. Все там покинули его, а я сразу понял, о чем дело. Ему нужна поддержка, ему нужна помощь молительная. На него напали. Поэтому, а они не ладят с кем-то, меня это не касается. Я должен молиться о всех. И Бог примеряет. Так, вопросы? Женька, задавай вопрос, ты же хотел с ним поговорить. Ну, насчет Путина разобрались, насчет церкви разобрались. А насчет царская служба или царский чин, там ничего не было? Расскажите, вот она, что царская служба. Вот один священник из МП, его, мы слышали такое? И романах Анатолий Шлях, он служит по царскому чину. Это ересь или нет? Так, в чем вопрос-то? Ересь ли это? Нет. Ересь? Вы об этом Осипова слышали? И Осипов Алексей Ильич отвечает правильно. Какая царская служба, когда царя нету? Без царя в голове совсем. Об этом Смирнов говорит. Он будет оградующим царя российского, чтобы у нас монарский восстановить. Если будем царю молиться, то монарский восстановит. Если не будем царю молиться, то монарский восстановит. Так, вы хотите... Даже хотя бы на малое время. Я понял. Вы хотите, чтобы мы начали просить, чтобы Бог дал нам царя, да? Да, 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 да. А вы знаете, что было с первым царем в Израиле, которого выпросили? С Саулом. Кем он стал? Это первый враг против Давида. Если бы он его догнал, псатыри бы не было. С Саулом. Библию я читал. Господь говорит, вы просили, и во гневе я дал вам царя. Во гневе. Не надо просить. Надо благодарить Бога, что Бог дает. Мы не голосуем. Не просим ни Путина, ни Медведева. А кого Бог даст, за того и молимся, чтобы Господь управил, чтобы хорошие законы издавали. Чтобы не притесняли верующих. А будут гоняния, мы его примем с радостью. По принципу, я не все готовы пострадать за Христа. Да. Ну как страдать за Христа? Я вот прошел пять тюрем. Был в лагере за Слово Божие. Я проповедник, 51 год стажу. Но это мой крест. Я никого не могу к этому побуждать. Давайте, выходите. Ну, это мой крест. Мне Бог дал. Он меня избрал. На это поставил. Я бы своим примером людей нарожать. Прежде чем вы говорите, что в лагере Аксидире. Мне, люди, честно, стали сказать, что я в текушке буду. Так, потише, маленький. Вон, я повторю. Что они там? Так, потихоньку повторите еще раз. Мне люди, со стороны, сказали, что я даже в текушке был. Там в ангелии проповедовал. Ну, конечно. Это было злоупотребление советской психиатрии. Она меня преследовала. Да, 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 да. 26 лет. Не два года, а 26 лет. Я поступаю в университет. Бывает 14 человек конкурс. Я все равно пробьюсь. У меня одни пятерки. Но через пять дней меня уже оттуда в шею вытолкают. Все. А за что? За то, что я верующий. За то, что я христианин. Так надо было скрывать. А? Надо было скрывать. А как скрывать? Город на вершине горы. В 23 года. А мне сегодня 74. И когда я зашел на корабль, а в это время я учился, работая на корабле, я учился в Рижском высшем мореходном училище. Уже добился разрешения сдать три курса за один год по выбору комиссии на английском, немецком или французском все предметы. Передо мной открыты были двери. Но мне пришлось уйти, когда я уверовал. Я только на корабль вернулся, я первому же матросу стал говорить о Христе. К утру весь караван корабле уже знал, что я сошел с ума. И он вас дал, вот это, мать вас, это сумма разговаривали. Это мой путь, я к этому не могу никого призывать. Я знаю только, что город на вершине горы не может укрыться. И светильник не ставят под кровать. Но досветит всем в доме. Вот это для меня было ясно. Я никогда не шел на компромиссы с совестью или приноравливаться к обстоятельствам. Я просто живу нормальной, открытой жизнью. Свободно. А вам не предлагали рукополагаться? Нет, после того, как вы... Да за мной гонялись не просто предлагали, а гонялись архиереи. Я бы уже епископом был давным-давно. Но это не мой крест. Я же молюсь Богу и получаю от Бога ответ. Это не мое. Вот мы сидим за столом. Сидит несколько епископов и митрополит Виталий Устинов был. Он добивается, что я должен выехать из Нью-Йорка только рукоположным. Мы в Синоде. Я ему объясняю, где я бываю, в каких тюрьмах, в воинских частях. Одежда меня будет отдалять. Я только подумал и говорю, да, действительно, наверное, так. Это мой жребий, моя планета. И я ей иду. Бескомпромиссно. Женька, задавайте, какие ты вопросы хотел узнать? Просто я знаю свой путь, знаю свое избрание, знаю свой талант. Мне Бог дал это быть на самом низу социальной лестницы. Среди самых обездоленных быть. Я начальник детского лагеря, организовал лагерь, 41 год. Без помощи государства, тысячи детей подняты. Все работают бесплатно. Мы с нуля погублены в России больше 20 тысяч сел. Тысяч. Мы взяли конкретно землю, получили статус. Развивается православное село. Школа, храм, священник, интернет. Все, что надо. Мы единственная деревня, где на таких принципах люди поселяются. Чтоб пять качеств было. Первое. Не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Чтоб все были такие. Ну и так невозможно, понимаете. Люди могут по обстоятельствам соврать. Допустим, ловит тебя, нет, тот же попуестник. Слушай, так сейчас ты можешь ему соврать. Зачем правду говорить попуестник? Он говорит, люди могут соврать вам. А вот уже... Ну правильно, но потом-то выявится, женя. Потом-то время-то покажет. И он выявится. Ну а другой, как нахуй, да? Хорошо. Игнатий говорит, а зачем попуестнику правду говорить? Чтоб он тебе пришел домой с ней? А что ты делаешь? Чем ты занимаешься? Да кто он такой? Он по конституции не имеет права вообще. Он должен представиться. Звание. И не фамилируется. И за что он тебя задержит? А ты просто так ведешь. Ну не понравится, что у тебя борода. Еще не получится, женя. Женя, тут такое дело, что каждый строится на свои средства. И чего ради он будет строиться, если он будет чужой? Кто на это пойдет? Он же понимает. У нас был одной приехал. Прошло время. Года через три у него оказался ампул вшитый от пьянства. Начал пить. Собрали собрание, вынесли решение, он выехал. Он мог упереться, а я не поеду. Он может, но только дальше у него ничего не пойдет. Корову его пасти никто не будет. Он будет заперт и сидеть. Он выехал, в другом месте пьет теперь. Понял. Мы же верующие. Мы сразу соберем собрание, начинаем молиться. У нас были нарушители устава. Ну и они побьются полгода, год. А потом они выезжают. У нас же еще и крестный ход можем совершить. Один пакостный. Вокруг поселка, да? У нас был такой. Вокруг поселка. Поселился с сыном один, подполковник милиции на пенсии. Ну покосной мужик ужасно. Столько жалоб в прокуратуру. Наталья Малиция. Он подал там, это и в милицию обращается. Помолились. И что, инсульт? Он помер и нет его. Вот видите, вот в советской системах этих людей воспитала стукачей, потом лебедит, что приглашается он. Вот чем русский человек от советского? Что русский человек мог общаться на три с начальником. А советский перед ним аля-ля-ля-ля-ля-ля, всякая юроза, всякая перед ним унижается. Но это же вообще непонятно. Зачем перед другим? Так же, давайте, конкретно вопрос. Какой ваш вопрос? Это вы говорите правильно. Все, так. Теперь вопрос какой? Знаете, вы в первую очередь, вот вы хотите что-то делать? У вас пальцы на руке, берите перед собой пальцы, держите. Вы должны задавать четыре вопроса. К любому вопросу. Первый вопрос. Что я этим добиваюсь? Временного или вечного? Для души или для тела? Второй вопрос. Что об этом говорит Святая Библия? Третий вопрос. Вы сами должны ответить. Что об этом говорит совесть моя? Допустим, вам надо переезжать, жениться. Какой вопрос? И четвертое. Этим действием, поступком не нанесу ли я вред кому? И не будет ли это соблазном? Все. Решайте правильно. Идите к своему наставнику, священнику, посоветуйтесь и приступайте к делу. Бог вам в помощь. И все, можно тогда заканчивать разговор. Да. Так, Женя, у вас вот, вы хорошо, что знаете с Володей. Вы между собой переговариваетесь. Ко мне лишний раз не заходите. Может быть раз в месяц лучше так. Вот в это же время, как сейчас вот заходили. И вопросы должны быть четкие. Ваш вопрос, я отвечаю. Вы зайдите на наш форум и на наш сайт. Зарядите в Google Игнатий Лапкин форум. А с форума это форум или сайт. А с сайта там только ткнете уже. Он ушел. А он ушел уже. А Володя-то ушел, нет? Да, ушел. И Женя ушел, да? Да. Ну, слава Господу. Смотри, ребята, какие боевые. Они мне понравились. Только что-то глуховатый тут этот. Ну да, там, видел у них такое здание, что ли. Да нет, это, я не знаю, с Америкой-то, смотри, разговариваем-то. Артамошином, как будто рядом. Да благослови их, Господи. Теперь за них надо молиться. Так, давай, снимай.